Добрался до того места, где нашел три монеты, и тут есть сигнал. Он, знаете, такой не чисто цветной, а какой-то, как будто ржавая пробка или гвоздь. Но вот думаю, можешь копнуть, потому что это металлоискатель. Очень странно себя ведет. Он бывает и цветное отцветняет, очерняет, и черное отцветняет, потому что, видимо, мультичастотный. Я сейчас этот сигнал копну и посмотрю, что это будет. Я ставлю на ржавую железяку. Один раз копнул, и смотрите, каким стал сигнал. Чисто цветным. Как будто это уже монета. Еще раз копнул. И вообще сигнал пропал, смотрите. Вообще тишина. Наверное, вырезается дискриминация. Давайте включим все металлы. Я вырезал, потому что грунтметалискатель видит. Во! Ну, 8-9 он и так показывает везде. Короче, сигнал куда-то пропал. Это очень плохо. Это говорит нам о том, что если изначально объект был таким бы, в таком положении, то этот металлоискатель его бы не увидел. Я не понимаю, где этот объект. Дискриминация полностью открыта. Наверняка оно там. Просто как-то неудачно под углом оно встало. И металлоискатель перестал его видеть. Такое часто бывает, наверное, на металлоискателе. На китайском тоже бывало, конечно, такое. Но Китай, как бы Китай, я думал. Это нормально. Но оказывается, на металлоискателях, которые несколько раз дороже, тоже такое бывает. Опа-на! Вы видали? Я копнул. Идеально чистейший стал сигнал. То есть объект лежал вон там. Но металлоискатель его не видел. Но он его увидел, когда объект был закопан. То есть именно когда просто лежит откопанный объект в яме, он его не видит. Вот если это еще и монета будет, я вообще сильно удивлюсь. Потому что вода это четкий, как две копейки советские. Но сам факт того, что металлоискатель его перестал видеть в определенный момент, это очень сильно настораживает. Но где? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Это будет копейка желтый. Да ладно! Ай-яй-яй! Жалко! Солнце не светит. Оно бы сейчас было как золото. Какой сохран у монеты! 30... Какой год? Пятый? Обожаю вот эти желтые монеты. 35-го года. Вы представляете, какую интересную находку я пропустил. Я здесь нашел три монеты на симплекс. А эту монету пропустил. Ванкиш его цепанул. Но в определенный момент он его потерял. Это очень плохо. Очень плохо. Потому что если изначально эта монета лежала бы в таком положении, в котором он его не увидел, то он бы его не увидел. Почему он какие-то определенные объекты в определенном положении не видел? Ведь он мультичастотный. Не знаю. Такое часто бывает, кстати. Но с симплексом я его пропустил. Я здесь все так прочесал. Ну, кстати, изначально, вы видели, сигнал был некопаемый. Черно-цветной. Это ведь идеально цветной объект. Видать, симплекс тоже закидывал его в черный сектор. Поэтому я его не стал копать. Подумал, что это ржавый гвоздь. Какой вывод мы из этого делаем? Что? Копать надо на всех металлоискателях все сигналы. Закидывает чернину? Не закидывает? Ох, не знаю, не знаю. А какой смысл тогда в дорогом металлоискателе? Можно купить просто ТХ-750 и копать все подряд. Хотя глубина у ТХ-750 не такая большая, как у Вангриша. Я, кстати, делал сравнение на чешую. И симплекс сравнивал с ТХ-750. Там он реально проигрывал в глубине. Вангриша там был лидером. Но тут-то заключается, я думаю, проблема не в том, что глубина большая или маленькая, а в том, что в определенном положении он монеты не видит. Потому что, смотрите, я же не глубоко копнул один пинкпоинтер. То есть 20 сантиметров. Или это глубоко? Даже не знаю. Может, это глубоко? Хотя он чешую вроде на 20 сантиметров видел. А это же намного больше монеты, чем чешуя. Короче, не знаю, не знаю. Ну, здесь реально, блин, прям огромнейший жирный балл в Вангришу. Я не люблю этот привором, честно скажу. Он мне очень не нравится. Но здесь я реально ему говорю спасибо. Отличнейшаяся находка. Я очень рад этой находке. Желтая монета, моя любимая. Правда, мне двойки больше нравятся. Ну, видимо, в школе, потому что чаще двойки получал. Но и эта монета очень зачетная. Но и мне нравятся именно желтые, которые старые советы, вот эти поздние советы, мне они не нравятся. Да, вот еще один интересный момент. Был один сигнал. ВДА-11, 12, 13. И три монеты выкопа вот из этой ямы. Неглубоко они лежали. Представляете, почему я на симплексе пропустил, я не знаю. Вот по этой тропинке вот так я вот шел. И захаживал сюда, и здесь шел. Но почему-то этот сигнал я пропустил. Хотя он не глубокий. Да, прибор я, конечно, этот недолюбливаю. Но почему-то он показывает хорошие результаты. Не прошло 15 минут, я уже нашел 4 монеты. Не знаю, может это просто удача. Такое реально бывает. Даже на дешевых китайских металлискателях такое было. Один шаг монета, один шаг монета. Притом даже серебряные были в прошлом году. В одном месте так накопал несколько штук серебряных монет.